ПАУ! Всем здорово, мои дорогие подписчики! С вами Subway Traveler и два дня назад вышло прекрасное обновление игры симулятор московского метро. Ну не снять я просто не могу это. Что тут изменилось? Сначала давайте пройдемся по погоде, но в принципе погода ничего не изменилась, солнце ясно. Снег, что ли? Да, снег и дождь. Давайте по линиям теперь. Линия. О, 11А. Это раньше была Каховская. 11А в этой игре обозначалась. Ну и в жизни реальной тоже. Сейчас это стало в этой игре Савеловское мневники. 11Б. Это Савеловский деловой центр. Просто 11. Просто 11. Это они оставили Каховскую. Он оставил Каховскую. Но 11Б так уж естественно в реальной жизни не обозначается. Но это просто он так. Потому что сделал 11А. Есть 11. Это Каховская. И он поэтому 11Б решил обозначить. Вот и все. И по погоде теперь. И по составу. Так. И тут добавилось два состава. Это баклажан, про которого я рассказывал позавчера. Как он вышел на Калужскую линию с пассажирами. Его тут сюда добавили. Русич. Еще один Русич. Ёш номерной. Тиристорный номерной. Яуза. И АК. Кстати, АК можно поменять здесь. Вот есть АК синим окрасом дверей. Это более новая модель. А можно более старую модель. Сделать так, чтобы она с белосиним окрасом дверей была. Но я синим сделаю окрасом. А сегодня я предлагаю вам поехать на баклажане по Большой Кольцевой линии. Ну, давайте до Мнёвников проедемся. В путь. Отлично. Так. Тут у нас, естественно, с появлением АКИ изменилось кое-что еще и иное. А если Русич? Русич. Да, с лином выйти? Нет? Ха. Да, йот. Войте. Но Русич ведь, как мы знаем, не ходит по Большой Кольцевой. Ну, или переместимся в прошлое по Солнцевской и Большой Кольцевой. Хотя, раньше, в 2014 году, с момента запуска участка Парка Победы и Деловой Центр в Солнцевской линии, в 2014 году, они там ходили. Сейчас их убрали. Вот и все. АК вот у нас... Так, ну что, давайте теперь... Немного поговорим об АРСе. АРС тут тоже... АК ведь, как мы знаем, она довольно-таки недавняя модель. Недавняя модель. Поэтому тут изменили и АРС. Более инновационную систему сделали. А я очень надеюсь, что сюда добавят Москву. Я очень надеюсь. Это обновление вышло где-то неделю, что ли, назад. Вот так вот. Недавно это обновление вышло. А я его даже не гляжу. Я его даже не смотрел. Ну ладно, что? Пуск... Пуск записи. Прикольно. У нас начало мигать. Ха-ха, прикольно. Вот, поехали. Первая станция, естественно, Савеловская у нас. Сама станция довольно красивая. И что-то какие-то пилоны здесь. А-а-а, блин. Капец, проехал. Давайте предлагаю переиграть, а то что-то как-то... Не хочу я, чтобы мой состав пассажиры не садились. Я хочу, чтобы они садились. Они что, прикольный ведь поезд? Согласитесь. Вот и всё. То он разгоняется, то замедляется. Вообще непонятно. Во! Теперь идеально остановился. Совсем другой компот. Вот и всё. Открываем дверки. Звуки опять-таки взяли с Грисмода. Ну, в Грисмоде, как мы знаем, русич есть. Так что можно было звуки атаки на русич не брать. Так что ладно. Ну, честно, не об этом. Так, ну что, давайте поехали уже. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровский парк. Следующая станция – Петровский парк. Ну что, поехали? Сейчас, конечно, обороны и поезд Таркана Кирилл – это довольно-таки большая история. Сейчас они там не ходят. Они постепенно, 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 постепенно все эти составы из Солнца, они передаются в Слиблова. Поезд 81-765, 865-й Москва, 865-я, и передается туда АК, 81-760 и 760-А баклажаны. Ну всё, последние баклажаны переданы, всё, больше не будет. Вот Петровский парк. Сама Петровский парк-станция, наверное, самая простая из этих колоннов, которые на БКЛ были открыты. Осторожно, двери закрываются. Капец, надо что-то такое. Следующая станция – ЦСКА. Не понял, что-то не объявил он. Что-то, друзья, вам не кажется, что это очень странно как-то? Ну ладно, давайте я объявлю тогда. Станция Петровский парк. Переход на станцию Динамо. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – ЦСКА. The next station is – ЦСКА. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Да, сейчас все эти составы, они постепенно с БКЛ уходят с Виблова. А Москва 25 с Свиблова уходит на БКЛ. То бишь, постепенно с Виблова. Прикольно. Да, да. Кстати, мне там кое-что написали в комментах, что я видела на Медведковой этот поезд. Обкатку или нет ли, я даже не знаю. Вот хочу спросить. Трэнс 750 Star Media Production TV. Напиши, пожалуйста, что ты имел в виду. Если ты рассмотришь это видео до конца, то именно ты узнаешь в конце очень важную информацию. Ну что, а информация будет о этой передаче. И что, какая будет судьба Москвы 2020. Ну что, давайте объявляем. Осторожно. Ну, как лицается. А святая станция хорошо вне ети так и за... Ну, сейчас должно сработать. Станция Петровский парк. Переходит на станцию Динамо. Вот я решил что-то перегреть. Так, ну вот, когда я доеду до ЦСКА, то я, естественно, сделаю, на паузу поставлю. Потом это смонтирую, склею, все идеально будет. Не переживайте, друзья. Все будет хорошо, все будет нормально. Все, давайте. Так, поехали. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция ЦСКА. The next station is CSK. Для вашей безопасности держитесь за порочью. Я на паузу ставлю. Как-то на ЦСКА буду обязательно вернуть. Так, станция ЦСКА. This is CSK. Блин, капец, я проехал. Ну, блин, ну ладно. Ничего страшного. Некоторые двери ведь на станции, значит, не проехал. Все. Едем. Станция Хорошевская. Переход на станцию Полежаевская. Я не понял. На земный переход. А? Я не понял. Это что? Ну что, сейчас все должно сработать. Станция ЦСКА. This is CSK. Сейчас мы, во-первых, не проедем станцию. А во-вторых, сейчас мы не только, не только информатор не забудем включить. Не только информатор. Знаете что? Я, кажется, узнала секрет. Сейчас покажу. Вот, посмотрите. Сейчас давайте включим. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Хорошевская. Смэксэйшенли, Хорошевская. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам, дерьми и беременным женщинам. Во, когда поезд вот наполовину в тоннеле, а наполовину на станции, то тогда информатор, точнее игра считает, что якобы мы уже на станции Хорошевская. Информатор, когда мы уже включаем, то информатор уже объявляет станция Хорошевская или станция ЦСКА, ну, и так далее. Ладно, все, это Хорошевская. Поехали без всяких яких проблем. Сейчас будет отлично все. Я вам обещаю. Сейчас идеально все будет. Ну, просто офигенно. Сейчас все будет. Уже 40 километров в час. Час ограничений по этой игре. Ну, это означает... Станция Хорошевская. Переход на станцию... Ага, теперь до народного ополчения сейчас поедем. А потом и мневники. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Челепиха. Ясно. Это я перепутал. Вот блин. Ладно, давайте сначала до делового центра махнем. А потом и до... Ну, до мневников. Давайте сначала до делового центра махнем. Челепиху посмотрим. Опа! А что такое короткий перейдон? Ладно. Хорошо. Станция Челепиха. Переход на станцию Челепиха Московского Центрального Кольца. Выход к железнодорожной платформе Тестовской, первый диаметр и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Ага. Ну, отлично объявили. Друзья, есть одна новость. Я не знаю, хорошая для вас, печальная ли, что обещали, что участок Большой Кольцевой Линии от мневников до Каховки откроют уже в ноябре. А сейчас 1 декабря на дворе. А участок не открыт до сих пор. Что-то я уже даже сомневаюсь, что его хоть как-то откроют. Но его в ноябре не открыли. Ну, вообще, писали, что планируется открыть на ноябрь этого года. Но ничего не открыли. Ну, вообще, если честно, то тогда, то многие говорили, что участок откроется в конце года. Может быть, они имели именно декабрь. Может быть, откроется в январе следующего года. Неизвестно. Но вообще, планируется, что в этом году откроется этот участок. Ну, ладно, всё. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Деловой Центр. Стабилька встречается в Деловой Центр. Хм. Ну, что, в Деловой Центр поехали. Дел Центр, Дел Центр, Дел Центр. Прикольно, прикольно, прикольно. Ладно, в этот раз мы прокатимся до Делового Центра. Ну, до Мнёвников, я думаю, что мы тоже сумеем махнуть. До Мнёвников, до Мнёвников. Станция – Деловой Центр. Конечная. Переход на станцию Выставочная и Солнцевскую линию. Выход к железнодорожной платформе Тестовская, Первый диаметр и Аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Это Делавой Центр. Этот трейн терминат здесь. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность. Согласно законодательству Российской Федерации. Все. Ну ладно, давайте махнем до тогда мневников. На баклажан мы уже посмотрели. Давайте теперь на оке махнем. Давайте синим раскрасом. Синим раскрасом дверь. И как-то она более современна выглядит. Не понял. А что у нас белый раскрас? Не понял. Все. Вот теперь все. Поехали. До мневников еще махнем. А в следующем видеоролике мы с вами, знаете, что сделаем? В следующем видеоролике я вам расскажу, как вышел поезд в какие-то там путешествия по России позавчера. Будет прикольно. Ну не обязательно в следующем. Не обязательно. Я скоро расскажу. Все. Открываем. Савеловская. Савеловская. Так, ну что, поехали. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция Петровский парк. The next station is Петровский парк. До мневников махнем. А в следующем видеоролике вы пишите в комменты, но если вы хотите, чтобы я прокатился на с синяя-белая окрасом окей, с синяя-белая окрасом окей, чтобы я прокатился дверей, точнее. Двери окей. Пишите, пишите. Это все от вас зависит. Это не от меня. Все зависит. А то вы мне особо не пишите, когда я прошу. Пишите в комнату. Не пишите. Станция Петровский парк. Переход на станцию Динамо. This is Петровский парк. Change here for Динамо. Ну и... Ну и что из этого? Блин, проехал. Ну не, не проехал. Все нормально. Вроде бы она... Нет. Это просто кабина немного в тоннеле. А так вообще считается, что я не сильно проехал станцию. Нормально остановился. На четверочку. Четверочку с минусиком, наверное. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция ЦСКА. The next station is ЦСКА. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Прикольно. Прикольно. Ну что, едем. Я очень от этого разработчика жду Некрасовскую линию до Электрозаводской. И, конечно же, поезд 81-765-766-767. Москва. Очень жду я от этого разработчика. Я в тебя верю. Ту-154 пилотки Пайлогеймс. Я в тебя верю. Ты можешь это сделать. Ты можешь. Но я понимаю, это сложно. Но, пожалуйста, выпускай почаще обновления. Мы все им будем рады. Станция ЦСКА. This is CSK. Мы все будем рады. Мы не останемся равнодушными. Давай. Мы в тебя верим. Делай нам счастье. И мы тебе тоже будем делать счастье с хорошими комментами. Будем тебе хорошие комменты писать. Комменты. Отзывы хорошие будем оставлять. Что еще там? Ну, допустим, будем еще делать мы ему всякие поощрения донатить. Его мы будем. Я в тебя верю. Ты можешь. Ну, так сделай Москву. Будет вообще идеально. Некраску линию. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция Хорошевская. The next station is Хорошевская. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Сейчас мы это все с вами обозреем. Будем обозревать. Сейчас мы это все. Все будет просто топ. Друзья, это будет просто идеально. 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 Ну что, будешь ехать? Ну, прикольная игра получилась, конечно. Хорошая. Конечно. Как же не взять плату за такую игру. Конечно, конечно. Конечно. Она получилась хорошая. Не жалко было мне 85 рублей. Станция Хорошевская. Переход на станцию Полежаевская и к поездах до станции Деловой центр. Наземный переход на станцию Хорошова Московского центрального кольца. Мы в тебя верим, разработчик наш. Конечно. Мне было 85 рублей. Вообще не жалко. Игра действительно хорошая. Аналог Пояс Метро 2D. Ну, Пояс Метро 2D она была как-то куда проще. И Пояс Метро 2D она была реально хуже этой игры. Потому что в той игре там ну, как-то понимаете постоянно всякие сбои происходили. Постоянно всякие вот эта всякая фигня происходила. Она платная, да? Всякие сбои. Там еще кольцевая и таганская краснопрестницкая линия там по баллам они как-то считались. Там всякие слогины и пароли этими очень было много сбоев. Так что Данил за эту игру за пояс Метро 2D я ставлю тройку четверку конечно. Ну игра самая прикольная но конечно надо постараться и текстуры лучше сделать. Тут видите какие текстуры? А кажется я понимаю как он сделал фотошоп друзья сплошной но я так думаю это мое мнение фотошоп он взял станцию Хорошевская сбоку сбоку взял и эту картинку эта картинка двигалась максимально близко что подумали что якобы пояс так двигается вот и все как-то так налепил но сами текстуры хорошие поехали осторожно двери закрываются что-то я заговорился совсем о другой теме немного если вы слышали там что-то заговорился я ладно поехали осторожно двери закрываются следующая станция народное ополчение ну шо поехали до этого народного ополчения кстати народное ополчение считает одной из самых уродов одну самую уродовую станцию москвистского пирога ее довольно-таки много людей ненавидит я считаю так что 70% 80 80-70% москвичей ее ненавидят я так считаю я не знаю на самом деле сколько ненавидят эту станцию но ее ее как-то много очень она кстати попала в топ из самых ненавидцев станции может метро все народное ополчение плакаты что ли какие-то повесили 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 осторожно двери закрывают ладно я объявляю тогда станция народное ополчение this is народное ополчение прикольно получилось ну кто осторожно двери закрываются следующая станция мневники the next station is мневники ну ка еще раз давай подкроем осторожно двери закрываются следующая станция мневники the next station is мневники прикольно вот мневники реально красивая станция она кстати попала в мой список топ-20 красивейших лучших станций московского метро построенных не раньше 2018 года я назвал новые станции на самом деле я имела построенные не раньше 2018 года нет я имела открытые не раньше ох блин станция мневники конечна конечна концевая переложка покиньте вагоны положим пассажирам о подозрительных предметах сообщайте машинисту не забывайте пассажирам запрещено находиться в поезде который следует в тупик за это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству российской федерации ну что давайте пассажиры пока выходят алло быстрее выходите ну ладно я тут долго стоять не собираюсь пусть тупик проедет проедет ну все вот так вот друзья как-то так мы прокатились по этой линии большой кольцевой ютубиш ставьте лайки если вам понравилось видео обязательно пишите в комменты как вы думаете на чем же мне прокатиться ну пишите для интереса ну пишите пишите пожалуйста давайте и предлагаю под этим видео набрать сразу 5 лайков а то тогда выходит поездка на поезде АК синим окрасом дверей 5 лайков все 5 единственных лайков вам я думаю что мы это осилим а че ребят а давай сможем 5 лайков ну раз сможем тогда я уже готов писать следующее видео ну ладно давайте все и главная информация которую я хотела доложить это по поводу передачи Свиблова с Солнцево Свиблова поездов они как мы уже знаем 14 октября 2021 года началась пассажирская эксплуатация поезда Москва 2020 на большой кольцевой линии и сейчас практически вся большая кольцевая на Москва 2020 сидит да она реально сидит вся прям вот только что вся прям реально вся большая кольцевая линия ну наверное 90 процентов 95 от большой кольцевой линии там все Москва 2020 поезда естественно этот поезд Москвы 2020 передали с Свиблова в Солнцево и он начал эксплуатироваться потом неделя прошла еще больше еще больше еще больше еще больше еще больше и так они все прибавляют 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 и вот сейчас на КРЛ тоже прибавляют 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 поезда Москва АК АК тоже немного выходит в небольшом количестве ну да в большом довольно-таки количестве выходит АК прибавляют 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 еще раз прибавляют вот как-то так естественно я ну радуюсь да мне неплохо от этого ладно Ну а всем пока. Увидимся в следующем видеоролике, который выйдет совсем скоро. Не скучайте.